Ребят, всем привет! Сегодня мы сделаем обзорчик чудо-техники, которую нам порекомендовали, которую нам прислали на тестирование, обзорчик и так далее, то есть опробовать этот мощный инструмент, мощнейший. И вы знаете, мы до этого относились очень скептически к подобным инструментам, к подобной технике, пока не почитали, не послушали отзывы об этом чудо-звере, о котором гудит интернет, гудят практически очень многие популярные блогеры, потому что он того стоит. Мы сегодня с вами посмотрим вот этот чудо-пылесос Xiaomi Dream XR и посмотрим диспенсер для жидкого мыла с сенсорным датчиком. Почему в связке смотрим? Потому что именно сейчас, с 21 по 26 сентября, магазин, в котором продается и диспенсер, и данный пылесос на Алиэкспрессе, он проводит акцию розыгрыш. То есть среди тех покупателей, которые покупают диспенсер, выбирают определенное количество людей и дарят вот этот крутейший пылесос. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в этой акции, я расскажу об условиях чуть позже. Сейчас мы начнем с обзорчика пылесоса и в конце я поделюсь, что это за дозаторы, как они работают, их плюс, тоже очень сильно хвалят их, потому что перед тем, как это все заказывать, перед тем, как снимать вам обзор, я порылась в интернете, почитала множество положительных, шикарных отзывов, поэтому обязательно с вами поделюсь. Давайте я сейчас распакую, мы посмотрим, что находится внутри. Инструкция руководства пользователя, как что, чего делать нельзя, что делать можно. И вот так все упаковано, сейчас мы это все будем доставать. Наверное, давайте мы достанем и покажем. То есть очень плотно, красиво упаковано. Распакуем, чтобы не тратить на это время и расскажем, что уходит в комплектацию, с чем этот пылесос едят, почему он так популярен среди домохозяек и домохозяинов, потому что зачастую его хвалят мужчины, а мужчину заставить попылесосить в доме, это ой, какое сложное дело. Поэтому, если хвалит пылесос мужчина, это значит у вас уже есть, это ваш союзник в том, чтобы мужчина помогал вам пылесосить по дому. Если вы смотрите обзоры, вы женщина. Так что это очень важный факт. Давайте начнем с комплектации. Сколько насадок, что вообще входит в комплект? Ну, входит, понятно, ой, входит сам пылесос, двигатель, фильтры, в принципе, основа, да. Хочется обратить внимание, что очень стильный, очень стильный. Такой, знаете, вот дизайн, который подходит под любой дизайн квартиры. В общем, мне кажется, такой цвет, который нейтральный, нравится всем. И, я же говорю, можно поставить в любое место, это будет гармонично смотреться в квартире или там в доме. Входит трубка, удлиняющая, потому что можно использовать как напрямую, видите, держа пылесос, вот так. Так можно использовать и с удлинителем, с трубкой. Также подключили, если нужно пол пылесосить. Понятно, да? Очень легко все снимается, одевается, очень все компактно. Так, дальше, насадочки. Насадка для ковров. В предыдущей модельке, например, насадки для ковров не было. Хочу, кстати, сказать, что есть три насадки, в которых есть свой моторчик, для того, чтобы вот это все работало, двигалось, в общем, они оснащены еще плюс своими моторчиками. Вот эти три насадки. Насадка для ковров. Ковров у нас нету, поэтому, в принципе, для нас эта насадка будет просто как бонус, который будет лежать и ждать своего часа. Есть насадка для пола. В принципе, в предыдущей модельке не было насадки для коров. И вот эта насадка чистили и ковры, и пол. Поэтому она подходит и туда, и туда. Но, в принципе, вот такая насадочка для пола. И насадка для диванов, кроватей, подушек и так далее. Очень классная насадка. Тоже о ней подробно расскажу. Вообще буду о каждой насадке подробно рассказывать. Вот это прям находка для родителей, у кого есть дети и не только. Я потом расскажу, почему. Две насадки, которые тоже регулируются вот таким образом. То есть можно собрать что-то. Можно собрать с помощью щеточки, если пыль. Знаете, бывает, рассыпешь что-то, что оставляет, например, ну, типа муки. То есть и вот такой насадкой ну, особо не соберешь. Типа пылевой след. Да, когда пылевой след остается. И вот эта щеточка как раз-таки дает возможность этот пыль поднимать, она всасывается и получается нету пыли. И узкая насадка, с помощью которой можно добраться к какие-то поверхности, такие узкие щели, тоже щеточка и обычная насадочка. Вот. Ну, с помощью вот такой насадочки, например, очень удобно собирать пыль, этот, паутину. Вот это, вот эта насадочка. Такие вот. И, значит, блок питания, понятно. И тоже в эту модельку, в обновленную, да, входит удлинитель. Шланг-удлинитель такой, ну, который тоже дает свой плюс в некоторых моментах. И его называют стендом, ну, я говорю, это стоечка, держатель, сам держатель для вообще всего. То есть сюда все насадки входят, полностью это крепится к стенке. Здесь же идет зарядка, то есть когда ставится пылесос на стенд на этот, где он у вас обычно будет стоять, он автоматически заряжается. И крепление для держателя. Из-за того, что характеристик очень много, есть очень много умных, таких, знаете, заумных слов. Я прям распечатала все, чтобы ничего вам не забыть. Мы сейчас просто пройдемся по характеристикам, а потом протестируем насадки. Значит, мощное всасывание 22 кило паскаля. Вообще здесь всасывание состоит так, что пыль отделяется от воздуха, и эта пыль, она не оседает на фильтре ни на чем. То есть она собирается, кучкуется в одном месте, мы посмотрим с вами как, и очень легко удаляется. То есть она не улетает в воздух. Вот такая система очистки, такая система фильтрации, что пыль, она вот-вот нигде не разлетается, и собирается в одном месте. В общем, не так, как в обычных стандартных пылесосах. Знаете, когда это все, вот ты открываешь пылесборник, а оно вот, фу, и вылетает эта пыль. Здесь немножко другая система работы. Это очень классно, потому что пыль не возвращается в дом. При вытрушивании, при пылесосе не она не распространяется обратно, не вылетает и так далее. Значит, высокоточный двигатель, мы с мужем просто, когда прочитали характеристику, муж говорит, я не верю. Это как вообще такое возможно? При том, что работает пылесос очень тихо, а у него 100 тысяч оборотов в минуту. Он говорит, это что, реактивный двигатель? Вот технологии до чего дошли. 100 тысяч оборотов в минуту. На максимуме. Да, на максимуме. При этом работает он, у него есть три режима работы, минимальный, ну, стандартный режим, он работает до, при полной зарядке аккумулятора, работает до 60 минут. То есть можно спокойно пропылесосить всю квартиру. Второй режим, средний, работает до 28 минут. И обычно это самый любимый режим, потому что мощность посильнее, чем на минимальном, на стандартном режиме. И при этом хватает, в принципе, ну, я, например, если пылесос шума, у меня уходит минут 15-20 на пылесосшение всего дома, частно. Поэтому, в принципе, смотря, наверное, есть ковры, нету, сколько щелей и так далее, есть ли в доме дети или нету, тут уже вы выбираете свой режим. Здесь несъемный аккумулятор, поэтому, если вы недопылесосили, конечно, нужно будет поставить снова на зарядку и только потом брать пылесосик. Поэтому, либо это отдельными комнатами пересосится, либо на маленьком режиме весь дом, то есть тут уже можно отрегулировать под себя. И максимальный режим, очень максимальный, это прям на высших-высших, высший пилотаж, так сказать, пылесосине, он работает до 8 минут всего лишь. Давай звук послушаем на первое, на второе, на третье. Тут он уже взлетает. Да, да, да. На максимальном он уже взлетает. Есть, да, еще очень многие говорят о минусе и недостатке. Это, наверное, один из единственных, который вообще, в принципе, здесь можно найти. Это то, что нужно постоянно держать ручку включенной, кнопку включения пылесоса. Она не фиксируется. Но, в принципе, удобно. Ты себе раз и пошел. Ну, то есть ничего страшного здесь нету, как по мне. Конечно, удобнее, когда нажал и пылесосишь, естественно. Еще какой момент. Зарядка аккумулятора до полной зарядки около 3,5 часов. Значит, фильтры. Здесь 5-ступенчатая система фильтрации. То есть фильтрует до микро-микро-мили частей, до 0,03. 0,03 микрона. Короче, очень фильтрует все, высасывает все и так далее. И фильтры можно мыть. Да, фильтры можно мыть, вытаскивать, мыть. Но понятно, что это делается редко, это не надо делать каждый раз. И из-за того, что пылесосу запрещено втяивать в себя влагу, фильтры перед тем, как вставить назад, нужно их хорошо просушить. Что мне очень понравилось в сравнении с нашим обычным пылесосом, который у нас сейчас стоит дома, я говорю, пылесос, ты уже будешь у нас на запаске, это будет у нас соснова. Что мне очень сильно понравилось, система очистки от мусора. Чтобы очистить наш пылесос, вы знаете, да, стандартный пылесос, нужно вытащить. Это все вот ты несешь, оно все пылится по пути. В общем, эту коробку ты вытрушилась, что-то все летит, это все... Ой, ну, короче, это не очень приятный процесс. Здесь что нужно сделать? Вы подходите к мусорному ветру, представьтесь, что оно здесь, нажимаете на кнопочку, открывается емкость, и отсюда просто все выпадает. Вот так немножко потрясли. Из-за того, что в фильтрах ничего не застарает, оно просто отсюда все выпадает. Закрыли и пошли дальше. Либо на зарядку поставили, либо пылесосить. Очень классная штука. Естественно, здесь нельзя им пылесосить стекло, нельзя пылесосить гвозди, например, какие-то такие предметы, которые могут повредить фильтры, повредить пылесос. Но это, мне кажется, мера безопасности для всех пылесосов. Здесь уже... Ну, вот так вот. Сколько весит пылесос, не тяжело ли его держать, например, да? Потому что здесь и двигатель, все приходится держать в руке. Полтора килограмма весит пылесос. В принципе, ощутимый вес, вот я держу ощутимый, но, то есть, если ты пылесосишь вот так, понятно, что можно придерживать. Все, это если одной рукой, да. Но приемлемый вес для того, чтобы можно было и пропылесосить какие-то щели, то есть, мне настолько тяжелые, что прям рука там отваливается и так далее. Пылесос очень компактный, и что мне очень нравится, что, имея такой пылесос, можно пропылесосить сиденье в машине до идеальной чистоты, используя вот эту насадку, которая вытаскивает, если еще и на максимальной, а машина это такое место, которое собирает столько грязи, пыли в себя, очень много, и потом ты, конечно, этим дышишь, ездишь и так далее. Конечно, если у вас не сиденья кожаные, да, если обычное стандартное сиденье, то очень много они в себя поглощают пыли. Клещей разных пылевых, в общем, ну, все такую заразу, и с помощью этого можно очень классно пропылесосить. Пылесос компактный, взяли, зарядили, пошли в машину, вот здесь на этой насадочке это двигается, то есть удобно, да, раз, раз, мы не будем пылесосить. Мы с вами на подушке протестируем, как это все дело, соберет ли, кстати, с наших подушек, грязь или нет, вот мы и проверим. Самой прям, тоже очень интересно протестировать в конце. И очень компактный, что очень удобно. И также в машине можно, понятно, взять вот эту насадочку, и все. Я постоянно его нажимаю. И пропылесосить какие-то места там, за сиденьями. То есть очень удобный, компактный, вот что мне очень нравится. Еще один огромнейший плюс данного пылесоса, что здесь система охлаждения Smart Cool. Что это за система? Это воздух направлен на двигатель и аккумулятор. То есть система устроена так, что не просто работает, вот перегрелось, раз он отключается, а идет принудительная система охлаждения. И из-за этого аккумулятор и двигатель, понятно, что работает дольше, не перегревается. В общем, шикарная система охлаждения. Вот, чтобы вам потом хорошо протестировать, мы его поставили на зарядку. Здесь индикатор заряда. Вот видите, сейчас он заряжен. Да, с двух сторон. Вот когда три будут гореть, не мигая, значит полностью заряжен. И заряжать, вы видите, можно напрямую, прямо в него подключив, а можно через вот этот держатель. Обещала вам подробнее рассказать об этой насадочке. Это находка вообще, в принципе, для пылесоса, потому что данная насадка проникает очень глубоко в такие предметы, как диваны, кресла мягкие, подушки, матрасы, на которых мы спим. Если еще пропылесосить на максимуме, это вообще будет эффект вау, освобождает от пылевых клещей, от частичек кожи. Вы знаете, что матрасы попадают, частички кожи, потом мы все этим дышим, появляются риски реакции. Даже несмотря на то, что у нас на кроватях, на матрасах, на детских, мы специально покупали такие защитные на матраснике, чтобы сверху не сыпалось. Все равно по бокам, снизу это все проникает, оно не герметично. Поэтому матрасы желательно подушки прочищать. Раньше, знаете, выбивали там подушки, ковры. Сейчас можно обойтись без этого, не выносить их на снег, не выносить их там, не вывешивать, не выбивать. Можно это сделать, ковры хорошо почистить можно с помощью этой насадки, но вот мы не любим пылесборники. У нас в доме в принципе нет ни одного ковра, мы их не любим. А вот диваны, у нас матрасы такие толстые, да, лежат, вот там как ты его постирать не постираешь. Поэтому вот такая насадка, это клещи, это даже клопы. Вот если вдруг, не дай бог, завелись в доме клопы, это все вот вычистит вот эта насадочка. Поэтому это незаменимая находка, особенно если в доме есть дети, особенно. Но взрослым, я думаю, это тоже насадка очень полезна, потому что никакой взрослый не хочет дышать всей этой гадостью. Еще некоторые нюансы. Значит, фильтры можно купить отдельно на Алиэкспресс, в этом же магазинчике. Кстати, ссылочка на магазинчик, где можно приобрести данный пылесос и поучаствовать в розыгрыше, я оставлю в описании этого видео. У них же можно докупать фильтры по необходимости. Ну и в принципе, я почти все рассказала, осталось буквально несколько нюансов. Например, кто производитель? Компания Dream, но партнер этой компании в производстве данных пылесосов является Xiaomi. Сейчас вы все знаете, что Xiaomi вышел на такой уровень, когда их техника очень ценится, и то, что он партнер данного, по изготовлению данного пылесоса уже о многом говорит. Вместимость контейнера для мусора пол-литра. Сделан пылесос из пластика, понятно, мощного, но все-таки пластика, он не металлический. И, значит, тип уборки сухая, то есть это не для влажной уборки этот пылесос, только сухая уборка. Значит, объем аккумулятора 2500 мА. И последний такой нюанс, вот видите, мы заряжаемся, вилка европейская, стандартная, то есть подходит к любой розетке. Кстати, перед тестированием хочу еще тоже вам сказать, что сейчас на данный пылесос идет акция. Обратно же до 26 числа. На них идет очень большая скидка. Давайте, чтобы со скидочкой акцией я не запуталась, и вам прям назовут цифры, которые просто ошеломляют, которые порадуют тех, кто сейчас захочет приобрести данный пылесос. Если сейчас цена в магазине MC Teach, ссылочку на которую я оставлю, и это магазин на Алиэкспрессе, она 350 долларов, в других магазинах еще дороже данный пылесос, и понятно, Алиэкспресс рулит, там все дешевле можно купить, тот же продукт, без посредников и так далее. То есть в российских магазинах, наверное, дороже он стоит, потому что они тоже хотят на этом что-то наварить, так сказать. Цена с откидкой 210 долларов, и есть дополнительный промокод, по которому вы получите скидку 35 долларов, и в результате около 170 долларов вы заплатите за такой, то есть в половину дешевле. Сейчас есть возможность до 26 числа в половину дешевле купить данный пылесос. Вот, поэтому я оставлю, наверное, давайте условия оставлю в описании видео, вы сможете перейти, тоже ссылочку на товар оставлю на пылесос, и тоже приятный такой момент, обратно же, если вы покупаете данный диспенсер, да, для мыла, то вы сможете еще и в придачу возможно выиграть вот этот вот пылесос. Тоже об условиях вот этого... Со стопроцентной уже скидкой. Да, со стопроцентной скидкой. Я уже объясню, когда вот здесь буду, я тут про отдельную акцию расскажу. Давайте тогда протестируем. Я поставила на максимум сразу, но сейчас посмотрим. У меня есть надежда, что у нас подушка оказывается все-таки чистой. Так, наволочка у нас одета чисто на подушку, посмотрим, что из этого получится. Оно присасывается так, что я не могу вести по подушке. Реально присасалась. А так к себе тяни. Да, я так и понял, что нужно к себе тянуть и не от себя, потому что нереально оторвать. Ну, в результате я довольна, что у нас этот пылесос. Честное слово. То, о чем я говорила, видите, пыль кучкуется. Видно, да? То есть она, получается, не на фильтр оседает, а в такие комочки берется. И есть подушечка грязная. Это изнутри вытянуло, потому что наволочка чистая. Да, полностью чистая. И это мы ее так пропылесосили, ну, раз, наверное, я провела раз пять, да? Да, раз пять. Там три раза, и здесь два раза, с другой стороны. Пять раз провела. В результате, посмотрите, сколько всего в подушке, на которых мы спим. Если ее снять наволочку и пропылесосить не через наволочку, а чистую подушку, я думаю, здесь грязи окажется больше, поэтому нужно раз систематически там в месяц, раз в полгода, ну, в зависимости от того, как загрязняться, посмотрим по практике, будем чистить. Подушки – это такая вещь, которой играются дети, которые любят биться, дети, да, и так далее. Вот. На подушку оседает пыль с наших волос, которые мы, вот, мы прошлись по дому, да, мы шмом голову не каждый день, мы прошлись по улице, пыль осела, понятно, куда она идет, она все идет в подушку, когда мы ложимся спать. Поэтому чистить подушки, а потом мы этим дышим, потому что с подушек это все выбивается. То же самое касательно диванов, я даже боюсь подумать, что с дивана собирается. Я видела, конечно, в обзоре, как мужчина пылесосил свой диван, там такие клубы грязи, а вы понимаете, когда вы садитесь на диван, эта грязь все поднимается в воздух, мы всем этим дышим. Поэтому всех клещей мы здесь забрали, почти. Покажи щеточку, как она работает. Давайте. Моща. Так, и давайте протестируем ее. Ну, я, наверное, не достану, да? Вот так, если могу. Возьми эту насадку. Нет, у меня маленький рост очень. Давайте попробуем с насадкой, потому что для моего роста метр пятьдесят это слишком... О! Слишком дело нелегкое. Так. Вот так. Не, не так. Давай я тебе помогу. Ну и что? Тихо, а то сейчас обои поотлетают. А, да, давай не на максимум. Представим себе, что у нас здесь много-много такой паутины, которой нету. Но сама суть. Ну, паутины мы не нашли у себя. Паутины у нас, в принципе, в доме нету. Но нашли в одном месте вот такую опилки, которые у нас частный деревянный дом скорее всего просто при хождении на втором этаже немножечко осыпаются и задерживаются в щелях между первым и вторым этажом. И вот мы их собрали. Так, насадка для ковров. Видите, она ездит. То есть можно вот так, вот так. и давайте покажем, как работает. На стол прямо поставь. Здесь идет пластик плюс вот такая ворса. Кстати, вот эти насадки тоже вытаскиваются. Специально взяла манку. Сейчас мы протестируем вот эту насадку. Стол по пылесосили. Понятно, что это не для стола. Пока она новенькая, пока хорошенькая, мы почти по пылесосили на столе, то точно с таким же успехом мы берем, значит, насадочку. Мы берем переходник. Очень нравится, что за счет того, что она вот здесь ездит, и я слышу, когда здесь включаю, здесь тоже включается дополнительный моторчик, прям это чувствуется. Он облегчает и работу, и всего. Очень вообще-то не напрягаешься пылесосить. Тебе нужно завернуть, он раз, как бы сам заворачивает. Только рукой так немножечко чик-чик, фиксируешь этот момент, что не надо самому делать эти телодвижения, оно за тебя все делает. Вообще очень классно. Понятно, что после пола мы стол потом промоем, но сама суть показать. Здесь есть дополнительные валики на каждой насадке, видите, которые облегчают движение по полу. И каким образом снимается насадочка? Здесь есть фиксатор такой, мы его открываем, снимаем, снимаем насадочку, ее можно помыть, также под водой, почистить, высушить, снова поставить и снова использовать. Вот мы собрали всю эту конструкцию, это все дело выглядит так, то есть представьте себе, что сзади стена, это все прицеплено. Давайте вот так. Вот, единственное, что тоже, да, от многих слышала, что держатель от старой модельки, где не было щетки для ковров и не переделали держатель под новую модельку, где есть дополнительная щетка. Поэтому либо щетку кладем сверху, либо просто как-то отдельно. В общем, вот такая система. Очень удобно, классно, компактно и красиво. Теперь перейдем к мылу, к диспенсеру для мыла. Шикарная штука. Вообще, производитель рекомендует сюда заливать только средства, которые продаются специально к нему. Это специальная жидкость, такое жидкое мыло, которое превращается при использовании в пену. Я не буду рассказывать подробно о технологии, но очень классная штука, очень экономно. Сейчас я покажу, как это действует. То есть, здесь идет жидкость, мы включаем сенсорный этот. Он выдает фиксированную дозу пенки, что очень экономно, потому что, когда в доме особенно есть дети, которые нажимают, знаете, вот эти нажимают, и у них растекается это мыло по рукам, это очень неэкономно. Плюс, за счет того, что сенсорный датчик, вот чтобы он не работал, видите, раз, вторую порцию дал, чтобы не работал, нужно его выключить. Красненькое должно загореться, тогда он не работает. И за счет того, что это все сенсорно, вам не приходится контактировать с дозатором. Это значит, меньше бактерий на самом дозаторе, это значит, какие бы гости не пришли, вы понимаете, что только здесь протерли, да, вот это место, которое будет грязным, его нужно почаще протирать, но в принципе, когда берете обычное мыло и все им моют, там тоже остаются бактерии, не очень гигиенично. И одно дело, это семья, второе дело, когда у вас очень часто гости в доме, это очень выгодно, удобно. Но это все дело, потом вот так вот растирается, очень удобно. Одной порции хватает вот так, я уже пробовала мыть. По поводу состава мыла. Читала очень много отзывов, что здесь состав мыла сделан под PH кожи человека. То есть он не пересушивает, не влияет негативно. Дальше здесь добавлены разные антибактериальные вещества, которые дезинфицируют на 99,9% от разных микробов, грибков и так далее. Увлажняющие всякие добавления, которые увлажняют кожу, смягчают ее. Мы не будем проходиться по составу. Состав можно найти в принципе тоже по ссылочке, вы посмотрите, и отзывы людей, потому что очень много положительных отзывов. И, конечно же, я читала и узнавала, для меня было, например, очень важно, потому что мы пользуемся своим мылом, и мы обычно покупными мылами не пользуемся, какое красивое, но хорошее не было. У нас есть своя фирма мыла, которую мы пользуемся и любим. И, конечно же, любое жидкое мыло, которое продается в обычной структуре, в обычном состоянии, оно такое гелеобразное, как шампунь. И для меня было очень важно, чтобы эти диспенсеры можно было использовать также и для обычного мыла, стандартного, или можно, например, было туда шампуни, не знаю, залить, и так далее. И я нашла такие информации, что можно использовать, но разводится шампунь или мыло, или это может быть какое-то другое средство косметическое для женщин, женщина хочет им пользоваться, какое-нибудь там молочко, я не знаю, много-много их разных есть, гели разные там, им можно использоваться, но его нужно развести для того, чтобы оно было вот в таком жидком состоянии. То есть один к одному, два к одному, в зависимости от густоты средства, которые вы сюда заливаете. Хотя производитель не рекомендует, естественно. Значит, емкость контейнера для мыла 300 мл, и дозировка здесь такая, вот я имею в виду, дозатор рассчитан так, что он делит вот эти 300 мл на 440 порций, которые выдает. То есть 440 раз вы сможете помыть руки благодаря 300 мл жидкого мыла. И по поводу экономичности тоже еще момент. Видите, здесь соломинка идет к самому дну, и за счет этого эффекта, то есть полностью до дна высасывает всю жидкость, не остается. Работает от батареек. Три батарейки пальчиковые. Все очень просто. Естественно, советую, желательно включили, помыли, выключили, потому что дети такие существа. Да, даже вот, например, в кухне у вас стоит где-нибудь, да, или в ванной, ты приносишь руку, взять тряпку, губку, не знаю, там что-то, и чтобы оно постоянно вам просто так не выпадало, лучше выключать его. Значит, изначально идет вот такая бутылочка, закрыта вот такой крышечкой, пробочкой, и вот так вот идет, в наборе. То есть вы просто открываете, снимаете, очень легко комплектуется. Раз, закрыли, и красиво. Очень стильная упаковочка, что мне очень сильно понравилось. Еще для меня был очень важен состав, тоже я обращала внимание на качество. Состав сертифицирован Европейским Союзом Космос. Вот, и еще такой момент по поводу того, что вот эти баллончики с мылом, либо жидкостью, вот я не уверена, сам баллончик можно докупать, или просто жидкость отдельно в бутылочках, которые сюда заливаются, я этот момент не уточнала специально, его можно докупать также в магазинчике, где продаются вот эти дозаторы, эти диспенсеры. Также ссылочку на него оставлю в описании видео. Также выписала условия для акции, потому что магазин сейчас обратно же с 21 по 26 сентября предоставляет, если вы смотрите это видео, и вы еще попадаете под эту акцию, просто спешите воспользоваться. Прям записала все цифры, чтобы ничего не забыть. Сейчас такой диспенсер стоит 29, ну 30 долларов, грубо говоря. То есть для многоразового диспенсера это шикарная цена, для сенсорного, для стильного, приемлемая, классная цена. Обратно же, в обычных магазинах такой диспенсер стоит дороже, обратите на это внимание, поэтому в любом случае это очень выгодно покупать именно на Алиэкспрессе, в этом магазинчике. Второй момент, и цена со скидкой будет тоже составлять 19 долларов 80 центов. То есть сейчас в магазине скидки, как на пылесосы, так на эти диспенсеры. Если вам понравился, если вы реально вот за гигиену, за стиль, за вот такой, ну вот просто такая классная штука дома, полезная очень, то это для вас. Также магазин MC Tech случайным образом выбирает покупателя. То есть вот покупатели покупают, покупают, покупают и дарит бесплатно вот этот вот пылесос, о котором мы говорили. Вот. Именно тем, кто во время акции купил. То есть не до акции, не после акции. Если вы во время акции купили себе диспенсер с мылом, то вы можете поучаствовать в акции и вас могут выбрать победителя. На нашем опыте чудеса случаются, поверьте мне. Мы на своем опыте выигрывали и крутые весы, и кофемолку, и это реально работает. Кофемашина. Да, в любом случае, даже если не выиграли, сейчас акция можно купить и для себя в подарок, а вдруг еще приятный бонус будет пылесос. Вот. И первые 100 покупателей, которые покупают вот эти вот диспенсеры, получают увлажнитель воздуха бесплатный. То есть если вы еще попадете в эту сотку, еще один приятный бонус. И еще третья акция от данного магазина. Я же почему-то записала, чтобы ничего не забыть. Каждый день они случайным образом выбирают 10 счастливчиков для бесплатных заказов, всего 50 бесплатных заказов. То есть каждый день 10 счастливчиков выбирается для того, чтобы сделать бесплатные заказы у них в магазине. И разыгрывают 50 бесплатных заказов. Так что спешите воспользоваться акцией. Акция приятная. Обратно же все оставлю в описании видео. Условия, акции, ссылочки. Надеюсь, вам было полезно. Мы очень довольны этим приобретениями. Спасибо магазину, который предоставил это для тестирования. Потому что реально качественные вещи. И вы знаете, что мы соглашаемся на такие обзоры и тестирование только в том случае, если нам реально нравится продукт, если мы реально бы его купили. Вот знаете, не просто лишь бы что, лишь бы было. И согласились мы на этот обзор и тестирование только после того, как посмотрели, убедились, были в восторге от данного продукта и решили, а почему бы и нет? Почему бы не поделиться с вами, рассказать об этом чуде. Участвуйте в акции, просто приобретайте. И надеюсь, обзорчик был полезный, эффективный, то есть вы что-то для себя взяли новенькое. До новых видео. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...